В общем, на примерке это выглядит вот так. То есть хорошо вписывается, как родная. В принципе, здесь отлишку я посмотрю, может, уберу, может, как-то обрисую повеселей. Ну, вот китайские тиски, конечно, подвели. Сами, наверное, видите. Пока бремянку воткнул, но она, видимо, тоже долго не проживет. Поэтому умудряюсь на нормальные станочные тиски, пока нет средств. Так, продолжаем. В общем, так. Сделал я паз, чуть углубил этот паз. Ласточки на гнездо делать не буду. Причина одна. То есть любая бритвка сюда вставляется. То есть она никаким образом не хочет уйти куда-то вбок. Это раз. Потом она там вообще не шевелится. Она плотно клинится. В самом прям конце, вот здесь обушком. Хоп. И она уже все, вообще не шатается. То есть там, ну, никак. Это раз. Первая причина. Вторая причина. Я попробовал на пробнике. Вот здесь вот Ласточки на гнездо. Фу, гнездо. Хвост. Главный хвост, да? Как в мультике говорится в одном. То есть оно ослабило древесину. И у меня этот пробник вот так лопал. То есть я так посмотрел, посмотрел. И решил тормознуться. Вот с этими хвостами. В общем, вот так вот все это выглядит. Сейчас только нужно будет решить, где будет веревка. Вот это шнур. Правильно назвать. Шнур. Вот здесь, наверное, нужно будет укоротить. Лишнее. Что-то было сразу, конечно, сделать. И думать, где буду шнуром перематывать. Надо думать, вот то ли тут, вот то ли тут. В общем, сейчас буду думать. И гадать, как говорится. Хвост. Ладно, продолжаем. Ладно, продолжаем. Что ж, в принципе, обработал. Ну, по-грубому. Тут еще такие надо легкие пасочки, там, чтобы уголки не острые были. Пятое-десятое. Это, думал, зажег. Оказывается, не зажег. Просто от легкого нагрева меняет цвет. Вообще, структура интересная. Взгляните сами. Я не знаю, на видео, конечно, сложно передать. Но я думаю, что большинство передастся. Вот тут, посмотрите. Не знаю, как это показать. Тут желтые вкрапления. Представляете? То есть они, ну, цвет золота. Вот они. Вот они. Видите, там такие светлые точки. Реальный цвет золота вкраплении такие. Они везде, они повсюду так есть. Я думаю, что вот эти вот самые полоски, вот и есть, как крапления. Вот видите, золотого цвета. Вон они. Вон они. Вот. Блин, интересно. Есть деревяшка. Такая плотная. Ну, плотность, конечно, вообще хорошая. Прямо. Выработки это не здорово. Но хорошая. Вот тоже золотые вкрапления. Вот, вот. Посмотрите. Вещь. Вещь. Вот они еще вкрапления эти. Вообще классно. В общем, ну, дело в чем. Дело в том, что я просто тупо забыл, где намотка была. Так не вспомнил нифига. А сейчас попробую погуглить. Я раньше держал такие бритвы в руках. Помню, даже прям вот так вот прям брал там бритвку оттуда. Вот так вот наматывал. Вот этот шнурок. Помню. Но чтобы вспомнить, где он был шнурок. То ли тут, то ли тут. Тын-дын. Ладненько. Пошел гуглить. А так, в принципе, дела-то идут. Неплохо идут, кстати. Мне нравится, что получается. Единственный минус, что здорово вот ценник поднялся. То есть вот такая вот фигуренька мне обошлась почти тысячу. То есть ее обработка недорогая. Но если вот ее, то есть добавить к тому ценнику за каждый такой брусок, округленно тысячи выходит. Ну, за работу я не считаю. Я за работу не беру денег. И в итоге, блин, это еще дороже делает на тысячу. Шнурок я еще не считал, но он не такой дорогой. Поэтому фиг с ним, как говорится. Не будем мы его даже в стоимость складывать. Ладно. Главное, чтобы здорово вышло. И главное, чтобы правильно вот с веревкой сейчас разобраться. Все. Пошел гуглить. Окей, гугл, как говорится. В общем так. Как я всегда уже ранее какой-то знал, что все, что на мобильном, это несерьезно. Не нашел я ничего подобного. Буду гуглить уже на компьютере. И, Роман, обращаясь к тебе, говорил, что ты как-то видел, где-то в интернете находил вот эту картинку. Мне нужна только картинка. Все остальное я уже обдумал. Все уже порешал. Вот. Я, в общем, тоже погуглю. Надеюсь, что-нибудь найду. Мне вот именно интересует, в каком месте шнур. Шнур. Куда-то покатилась, моя красавица. Опа. Так. Ну, вот как бы все. Я тешу себя тем только, что сегодня уже день закончился. И можно ближе к дому продвигаться. И поэтому я так успокоюсь. И не буду сейчас спешить. Потому что, как говорится, поспешишь, людей не смешишь. Сейчас подкну куда-нибудь туда этот шнурок. А уже все. Назад дороги не будет, как говорится. Ну, вот как бы все. Есть новость. Новость. Есть небольшая, конечно, такая новость. Но я на складе тут вчера пошвырялся у себя. Либо вчера, не помню, что точно. И мне там некоторые бритвки такие уже, которые раньше вроде бы были вздоровские такие. Они мне показались какие-то уже такие, ну, то есть слабоваты, как бы, в исполнении. Именно в исполнении. Особенно оправ. И я на них сделал. Это дамасская стали именно раздел. Я их все вывел на первую страницу, там, где распродажа написано. И снизил цену ровно на 50%. Вот. Чем не понравились? Не понравились тем, что там, например, вот широкая оправа. Или толстая оправа. Взял в руки. Как-то она так уже не особо радует за счет этого. Где-то лезвица какой-то так упрощенно смотрится. Вот на такие варианты я сделал скидку. 50% так, что если кому вот это вот не столь важно, вот эти вот нюансы, которые мне уже не понравились, как бы, в сравнении с новыми вариантами, я же всегда улучшаю каждый раз. Каждая новая партейка бритв идет всегда лучше на шаг. Вот. И поэтому все, которые были сделаны ранее, они начинают немного отставать. То есть по исполнению перед новыми бритвами. И поэтому, в принципе, да, можно так сказать, что я от них избавляюсь. Вот как-то так. Это, конечно, крайне невыгодно, но я тут вкладываю в это дело. То есть все, что я там теряю, то я вкладываю. А так-то вот. Ну, вообще, все сказал. На сегодня все. Сейчас я только тут сижу еще с полчасика. Побыстренько вот эти вот уголки заглаживаю. Они прям реально острые. Прямо вот реально. И на этом у меня будет сегодня все. Буду думать по поводу шнура. Что делать, как делать. Шнур еще раз покажу, наверное. Вот такой вот он тоже. Видите, он потемнее. Но когда я их пропитаю, они тоже потемнеют. И цвет будет такой, прям очень такой схожий. Вот натуральная кожа. Все. Спасибо за внимание. Ну, как говорится, до новых встреч. И надеюсь, что мне получится. Кто подскажет, кто-то может. Может, найду по поводу шнура. Все. Добра всем. Пока. Увидимся.